Продолжение следует... Композитор Гий Бернард. Год 1900-й, конец века. Последний год эпохи, который завершился грандиозной праздничной вспышкой, всемирной выставкой. В Париже к концу столетия очень приятно жить. Здесь зарождается столько светлых надежд. Все верят, что торжество науки – залог счастливой жизни в будущем. Париж, что и далекая, и такой близкой эпохи, выглядит спокойным и беззаботным городом, хотя парижане считают свою жизнь беспокойной, а уличное движение все более опасно. В Булонском лесу прогуливается элегантная публика, катаются на велосипедах и лошадях. Эмиль Лубе, президент республики. Этот человек не обладает аристократической выправкой, гордится своим крестьянским происхождением, отличается острым умом и скромностью. Февраль 1900-го года. За праздничной масленичной повозкой идет амнибус на паровой тяге. Близится дата открытия выставки. Успеет ли все подготовить к сроку? Выставка представляется в образе девушки, которая извиняется за то, что еще не одета. Тем не менее, 15 апреля президент Лубе в сопровождении месье Мейрана открывает выставку. Правда, кое-что так и не успели доделать. Официальным гостям не показывают недостроенные объекты, ставшие излюбленным предметом насмешек карикатуристов. В течение петель от строительства предпринятого на берегах Сены облик города между домом инвалидов и Эйфелевой башней преобразился. Теперь внутри этого обновленного пространства возник временный городок. Целый квартал Парижа превратился в сказочно красивую страну, в которую ведут прекрасные ворота в стиле Арнуво, воздвигнутые на площади Согласия. Рядом с мостом Александра III, который успели таки завершить к сроку, возвышаются два монументальных строения, которые сохранились в Париже как напоминание о торжествах по случаю открытия той выставки – Большой и Малые дворцы. Большой дворец, посвященный изобразительным искусствам, современной живописи и скульптуре. Это чудесное творение принадлежит архитектору Деглану, и за близости сена и обилие грунтовых вод фундамент стоит на 40 тысячах дубовых сваек. В Малом дворце проходят выставки французского искусства, произведения из провинциальных музеев и сокровищниц церкви. 19 июля 1900 года была открыта первая линия метро от станции Порт-Майо до Порта-де-Венсен. Посетители выставки пользовались новыми революционными видами транспорта – бегущим тротуаром, которому вели наклонные пандусы. Вот как его описывает официальный справочник выставки. Он состоит из двух подвижных параллельных панелей. Более широкая панель движется со скоростью 8 км в час, другая – 4 км в час. При желании можно безопасно перейти с одной плоскости на другую. Девушка переходит с одной платформы на другую, стараясь не показаться неловкой. Движение непрерывное, тариф единый – 50 сантимов. Бегущий тротуар огибает военную школу по Виадуку из металлических конструкций на высоте 7 метров. Более быстрый вид транспорта, электрический поезд, показывается на заднем плане, тогда как на первом плане бегущий тротуар движется в противоположном направлении. Вдалеке видно, как посетители, стоящие на подвижной платформе, удаляются в сторону авеню Ламот-Пике. Платформа приближается к дому инвалидов и проходит через одни из главных ворот выставки, выходящие на эспланаду. Затем платформа идет вдоль улицы Фабер до набережной Сены. На эспланаде перед домом инвалидов напротив моста Александра Третьего вырос чудесный город из белых дворцов. В деревянных, оштукатуренных павильонах разные страны представили продукты своего производства. Мебель, ковры, ювелирные изделия, ткани. Каучук и различные изделия из него были тогда большим новшеством. Бегущий тротуар шел вдоль набережной Орсе к мосту Альма. Взору посетителя открывалась чудесная панорама на павильоны, стоящие вдоль сены. По мостику можно было перейти из платформы к интересующему павильону, стоящему вдоль пути. Вдалеке видно, как бегущая дорожка проходит над набережной. Для пешеходов был построен деревянный мостик, по которому они могли перейти на другой берег Сены, не выходя с выставки. На левом берегу Сены, между мостом Альма и домом инвалидов, расположилась вереница павильонов иностранных держав. С тех пор это место называют «Улицей наций». Павильон Швеции похож на буровую вышку в деревянных панелях. Рядом со Швецией высокое квадратное здание во флорентийском стиле. Это дворец-павильон княжества Монако. Павильон Испании – копия крепости Алькасар в Толедо. Норвегия – сельский домик из ели. Павильон Бельгии – воссозданная копия готической городской ратуши Брюсселя. Англия построила копию замка 16 века Кингстон-хаус. Рядом Венгрия. Босния и Герцеговина. Павильон Австрии в барочном стиле. Павильон Соединенных Штатов украшен высоким куполом. На противоположном берегу, на месте теперешнего музея современного искусства, расположилась реконструкция старого Парижа, каким его представлял знаменитый писатель-футурист Альбер Робида. Дальше, между проспектами Сюфрен и Ламот-Пике, раскинулась большая швейцарская деревня с холмами и водопадами, зелеными пастбищами и еловыми лесами. В этом волшебном пейзаже из цемента и гипса артисты давали фольклорные концерты. Небесный свод высотой 60 метров. Внутри выступает оркестр под руководством Сен-Санса. Проспект Лебурдуне. Здесь платформа проходит мимо зданий на уровне второго этажа. Случаются всевозможные инциденты, которые вдохновили Жоржа Куртеллина на создании комедии «Статья 330». Множество павильонов, посвященных промышленности и сельскому хозяйству, расположились на Марсовом поле между военной школой и Эйфелевой башней. С первой платформы Эйфелевой башни открывался чудесный вид на другой берег Сены, на холм Шайо, где расположились сгруппированные вместе павильоны колонии. Колесо обозрений возвышается вдалеке на другом конце Марсово поле, позади монументальной водонапорной башни. Дворец электричества увенчан диадемой из железа, стекла и цинка. В темноте она сверкает разноцветными огнями. В небо устремляется огромная женская фигура высотой 9 метров. Это фея электричества. В сопровождении парадно-одетых привратников президент Лубе выходит из дворца приемов. Это огромный круглый зал под куполом 90 метров в диаметре. Именно здесь начинались многочисленные фольклорные шествия. А неутомимые братья Люмьеры снимают с завидным усердием. Вот праздник вина. Женщина, королева на любом празднике, королева цветов, королева духов, увлекающая туристов, в заманчивый мир парижской жизни. Но что символизирует этот кортеж, перед которым идут вьетнамцы? Повозку везут сенегальцы, гордость колониальной истории. Остается загадкой, почему у этих женщин за спиной белые крылья? Сады, цветочные клумбы, фонтаны окружают эйфелевую башню. На заднем плане справа виден павильон машиностроения. У подножия Тракадера были сгруппированы павильоны французских и иностранных колоний. Весь холм превратился в экзотическое смешение национальных стилей. Рабские дома и мечети соседствуют с пагодами и соломенными хижинами. Отец семейства решает оставить дома свое семейство и в одиночку посещает оживленное чрево экзотического заведения. Однако его ждет разочарование. Здесь угощают чаем с мятой и пропускают детей. Знаменитая американская танцовщица Лои Фуллер. Представьте, как выглядела вуаль в ее руках в свете разноцветных огней. Она и пламя, и цветок, и звезда, и стрекоза, и мотылек. Парижане танцуют кекуок, знакомясь с негритянскими ритмами североамериканского континента. Известные труппы Элк, чемпионы Америки, стали гвоздем программы парижского зимнего цирка. На закрытии выставки президент Лобай пригласил всех мэров Франции. Они приняли участие в грандиозном банкете, проходившем в саду Тюйлери. Выставка не только имела огромный успех, но и принесла большую пользу. Французы, которые мало путешествовали, смогли познакомиться со всем миром. Их известное пренебрежение к аноземцам стало ослабевать. Был открыт путь к идее мирного сосуществования нации. Но эти кадры вызывают у нас не только сентиментальные чувства, какие мы испытываем к фото из семейного альбома. Эти господа с усами и в цилиндрах, которые восхищались тем, что теперь нам кажется таким естественным, были провозвестниками нашей эры. Конец одной эпохи ознаменовался началом великих открытий. Двигатель внутреннего сгорания, первый дирижабль, жиженый воздух, кинематограф, первые трансатлантические лайнеры и практическое распространение электричества. Фея электричества. Она стала великим творением человека. Один журналист написал, это всемогущая властительница, которую человеческий разум наградил неограниченной властью. Одним движением она освобождает мир из плена темноты и дарит нам свет для созидательного труда. Фильм, переведенный и озвучен на производственной базе ТПО «Ред Медиа». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова